Сейчас я хочу попробовать рассказать о бытовании образа медузы с нескольких сторон в искусстве от раннего христианства до позднего Средневековья. И, причем, попробовать сначала поговорить об образе без сюжета, как было у Софии Анатольевны. Как, София Анатольевна, ты назвала образ без имени? Имя без образа. Или имя без образа. А вот у меня, наверное, будет образ без имени, а потом будет уже попытка передать жизнь персонажа и сюжета. И первое будет гораздо больше второго. Итак, мы в качестве интриги возьмем знакомую, нам уже до боли всем картинку, я ее многократно показывала. Но она действительно загадочная, она дает иконографу в плане поиска жизни персонификаций огромное поле для поисков. И это стала быть копия, сделанная в начале XVII века с погибших в пожаре 1823 года фресок базилики римской, базилики, построенной еще в конце IV века, Сан-Пауло-Фори-Лемура. Фрески оригинальные датировались до недавнего времени, середины V века, сейчас их очень хотят передатировать на раньше, на рубеж IV-V, что, в общем, для нас существенно, поскольку это показывает, что это действительно такой очень ранний, просто исконный материал, связанный с христианской иконографией створения мира. И вот в этой фреске мы видим объединенными несколько дней творения, в частности, это первый с отделением света от тьмы и четвертый с сотворением светел. И нас сейчас будет интересовать вот этот вот нижний ярус, которого нет, поскольку нас ждет удивительный сюрприз. Во всех копиях этой фрески этот нижний ярус заселен. Но специально для студенчества, которое вот сейчас занимается иконографией. Это ситуация, когда перед нами копия много раз реставрированной вещи. И это много раз реставрированная вещь, это произошло по меньшей мере три раза. В VIII, XI и конце XIII века, когда подключился Пьетро к Валинии. Вот эта вот центральная часть, она, видимо, сильно менялась. Кроме всего прочего, не будем думать, что Александр Эклисси в начале XVII века имел, когда он делал эту акварель, имел представление об иконографии, близкие к нашим. Он прекрасно мог что-то опустить. Но традиционно считается, что когда Ковалин этим занимался, он добавил Агнца. Он добавил Агнца, но очень возможно, что вот эту нижнюю часть он тоже как-то видоизменил. Что же это, собственно, за нижняя часть и что в ней было? Но вспомним несколько текстов описания первого дня творения, когда земля пустая и безвидна, и тьма над бездною. Это тенебры суперфациям обисти. И эта тьма над бездною, она в памятниках, которые становятся дериватами, членами такой большой группы, называемой благодаря Юсфу Ван дер Мойлену уже полвека римский тип. Этот круг памятников в основном римских или связанных с папскими резиденциями, отчасти умрейских, он в основном относится к кругу XI-XII, может быть, раннего XIII века. И вот посмотрим, как оформляется это изображение бездны. И мы видим, что есть возможности изображать море или источник, как в Сантуарио в Черри, как в Библии из Перуджи, без какой-либо персонификации. Это просто водная стихия, которая в одном случае напоминает нам четыре райские реки, а во втором случае все сами понимают, что она напоминает что-то в этом роде привычного нам типа мозаичной композиции, которая будет называться «Морское дно». И в данном случае происходит из дома фавны в Помпеях. Но давайте вспомним, что такой способ изображать водную стихию, он в мире римского средневековья, зрелого, того, что когда-то было названо остроумно Эрнстом Киссингером, антикварианизм. То есть именно такое римско-южно-итальянское движение XI-XII века, которое ориентируется на собственную античность. Так вот, такой способ изображать морское дно был в принципе привычен. И, например, вот мы в Нижней церкви Сан-Клименты в Риме видим к середине XI века вот так вот показанную стихию воды в чуде Ферсонесе. Это чудо у подземной капеллы на могиле святого Климента римского. И то, что это выстроенная ангелами церковь, где обретают ребенка, утонувшего год назад живым и невредимым, находится на дне, показано вот таким вот пузырем с соответствующим орнаментом. Стало быть, то, что здесь в чере появляется тот же рисунок, в общем, это не очень показательно. Но чтобы нам сейчас уже наконец приблизиться к нашей теме, вспомним, что вот эта вот фраза из первой главы книги «Бытия» «Темля пустая безвидна и тьма над бездною», она звучит по-латыни в следующем образом. «Эт тенебры суперфациям абисси» и «Тьма над лицом бездны». И само слово «абиссус», происходящее от греческого амонимического слова, оно женского рода. Тем не менее, в разных памятниках, имеющих отношение к римскому типу и не только, мы увидим несколько способов изображать эту самую бездну. И самым популярным будет «старческий лик». Вот это вот слово «суперфация» над ликом, над лицом бездны, оно, видимо, тоже играет некоторую роль в выборе образа. И вот этот тип лика старца мы можем видеть как в мозаиках, прошу прощения, здесь съехала немножко презентация, это палатинская капелла в Монреале, соответственно, это 70-е годы XII века, так и в памятниках византийских. Не надо удивляться, что это такая ужасная картинка, она такая ужасная, поскольку это сгоревший памятник, это актаты в хазбиблиотеке Сираля с таким старческим образом к первому дню творения. То есть мы понимаем, что и в средневизантийском мире, и в мире италовизантийском мы этот образ имеем. А вот второй вариант в том же самой италовизантийской среде и синхронно возникающей, но если учесть, что вот это вот, это, конечно, такой уникальный памятник, это пластина из Берлинского музея прусского национального достояния, он происходит из Монте-Кассино, и она сейчас, ее очень хотят передатировать на позже, тоже на XII век, может быть, даже на середину XII века. Ну вот посмотрим на кусочек с первого дня творения, там дальше покажу еще ее оборот, и у нас тоже будет возможность посмотреть на жизнь нашего образа. И вот здесь, с первыми двумя буквами слова «абиссус» – «аб» – перед нами женский лик с распущенными волосами, не оставляющий в своей гендерной принадлежности никаких сомнений. Еще одно подтверждение вот такому же образу с длинными распущенными волосами в виде волн мы видим в картинке очень редкой. Это действительно большая удача, но тем более, что вот этот кадр я заочно еще раз благодарю у итальянского коллега Клаудио Квадроки, который просто контрабандой мне свою собственную отснятую натурно картинку передала. И эта капелла в крипте собора в Анании, но только это не знаменитая сексинская капелла Латция, которая общеизвестна, а капелла Фомы Беккета, новоканонизированного святого, которая расписана тоже римским типом. Ну и вот здесь мы видим всех узнаваемых уже нами персонажей, свет и тьму, голубя святого духа и женскую маску в сопровождении двух дельфинов. Итак, это уже третий вариант изображения бездны. И, наконец, будет у нас еще один вариант, и тоже в Риме, и мы рассматриваем сейчас практически только Рим, ближайшие подвластные ему территории, это базилика Сан-Живания Порта Латина в самом Риме, непосредственно за стенами. Это место, где предавали казни неудачной Иоанна Евангелиста. И посмотрим, что здесь случилось с этим же самым образом. Дельфинов видно, волны, волосы тоже видно, а вместо лица остается просто медальон. То есть мы из этого делаем некий вывод, что здесь, в этой части, до конца XII века сохраняется некое значимое изображение. И остается только гадать, насколько оно относится к раннему протографу. Было ли что-нибудь в Сан-Пауло-Фореле-Мура, там внизу или не было. Но так или иначе, когда мы последовательно будем рассматривать образ Актатевха и его древаты, мы вот эту старческую маску в исследованиях, прежде всего связанных с Актатевхами, и у Курта Вайцмана, и у Джона Лаудена, будем встречать ее уподобление либо образу Гадеса Аида, либо персонификациям ветров. Ее будут сравнивать с утрихской псалтирью, с такими масками, о которых у нас еще речь пойдет. И, однако же, существует существенно более близкий аналог. Этот аналог тоже имеет большую литературную уже традицию. И, в частности, вот я всех отсылаю к очень недавней работе Фабио Барри о маске океана. Это способ изображения океана как головы, украшающий дно бассейна, который может быть как мозаичным, вот эти вот две мозаики, соответственно, из Северной Африки и Южной Испании об этом говорят, но мы их еще рассмотрим, и так и скульптурно. В частности, такое недавнее исследование Барри о вот этом всем известном предмете, мраморном, который все помнят хотя бы по фильму «Римские каникулы», и помнят, что его традиционное название – это «Бокка де ла Верита», это «Уста истины». Он находится сейчас в Нартоксе базилики Санта-Мариян-Космедин, и его археологическое исследование показывает, что эта вещь была помещена вертикально, из нее не изливалась вода, она лежала горизонтально, и судя по ее повреждениям, вода сливалась в эти вот все наличные пять отверстий. Кроме всего прочего, у него есть аналоги. Это ахиллой из кома, и в обоих случаях мы видим некий головной убор, и в одном случае это клешник раба, вот у этого нашего «Бокка де ла Верита», у ахиллоя, это, как ему и положено, бычьи рога. Но у нас есть еще одно доказательство первоначального расположения этой вещи. Это зарисовка, сделанная в Риме Мартоном Хемскерком в 30-е годы 16 века в Палаце де ла Варле, где Киостро был украшен таким вот горизонтально лежащим персонажем. И вот этот вот Маскарон, он перекочует в качестве скульптурного уже воспроизведения в южно-итальянские же, то есть тоже находящиеся в видении Рима в круге Монте-Кассинском, в данном случае у нас перед нами кафедра из Солерского собора, кафедры с такими вот нижними оформлениями самого помещения для проповедника, где эта Маска будет продолжать находиться весьма длительное время, но пока эта традиция этой школы до середины 13 века существовавшей, школы Фридриха II, им поощряемой, она с его смертью в 1250 году логичным образом не угаснет. Ну вот еще несколько вариантов, они взяты из статьи Вильяма Фольбаха об этом образе и в свитке, тоже нам уже знакомом, да, свитке экзультет, мы видим, как этот образ был популярен. Клирик, проповедующий, читающий свиток пасхальный, он помещен на такой же кафедре с такой же физиономией внизу. Ну и наконец, чтобы вот этот вот мужской образ и его путь завершить, но это просто вот, простите, вырвалось, удалось все-таки прорваться на выставку Врубеля в музейный день, и этот вот образ, он будет использоваться до бесконечности, вплоть до конца 19-го, начала 20-го века. Ну, если все помнят, этот мужской тип, да, тип мужской головы, он доживает до врубелевских майолек, иллюстрирующих историю Садко, да, и частично связанных с это все Волхов или Ильмень. Это тип мужской маски. Второй сюжет наш – это то, как в роли бездны или в роли некого такого универсального водоема, а мы помним, что океан, почему, вот вернемся на секунду к этой теме, мы помним, что океан для древних – это река. Еще Гомер говорит, он представил силу могучей реки океана вокруг щита Ахилла. Это река, в которую сливаются все другие реки. И то, что вот этот вот океан, он является, ну, по сути, водостоком, такой затычкой бассейна у алтаря Геркулеса, возведенного, соответственно, Трояном и Адрианом двумя императорами-испанцами, связана именно с тем, что они свою родину числят у геркулесовых столбов, у того самого места, где воды сливаются в реку-океан. Ну, вот, по крайней мере, это довольно убедительно показывает Фабио Барри. Я сейчас даже не буду показывать картинки, где Адриан на адриановых монетах изображается на реверсе, император с этой вот маской на щите. То есть это для них был некий значимый образ. Так вот, это не просто аналог бездны, это аналог функциональный. Он поглощает в себя все воды с земного диска сливающейся. Дальнейшая его судьба – это персонажи, пол которых выяснить не очень просто. Которые, как, например, вот эта вот мозаика из Каранка, сейчас в Тунисском музее находящаяся, который, предположительно, тоже изображает океана, одеты полностью неким подобием воды. Или же, теперь мы шагнем уже из позднего Рима в раннюю романику. Или же те, у кого пол определить по определению невозможно. Вот сейчас перед нами первый дыреват этого образа именно в круге сотворения мира. Это две каталонских библии начала XI века, которые находятся в двух таких крупнейших каталонских монастырях Сан-Пиро-де-Розес и Санта-Мария в Риполе. Вот тут, я думаю, многие их вспомнят, только что видели. И их появление во многом связывается с памятниками римскими, с тем, что их заказчик Аббат Алиба, у него были тесные контакты с Римом, он туда ездил многократно. И вот тут перед нами уже явно не океан, а дважды с надписью «Абиссус» появляется некая маска в окружении либо потоков, либо вот такого уже нам знакомого рыбного пейзажа, причем даже с гусями и птичками, которые находятся рядом с ней, чей пол установить в принципе невозможно. Мы сейчас поймем, почему это так и в каком диапазоне находятся осмысления этого варианта. Ну вот еще центральная часть, где мы можем сравниться к Татевхамсираля и понять, что общего между ними уже очень-очень мало. И следующим этапом в осмыслении того, что вот здесь происходит с образом бездны, будет снова Утрехская псалтирь, в которой в большинстве случаев, мы сейчас их просмотрим, возникающий вот этот вот образ, он тоже связан либо с поглощением, либо, внимание, с чем-то ужасным и называется в литературе, но прежде всего в литературе немецкоязычной, «Тоттенмаск», «Маска смерти». Ну вот посмотрим, в каких контекстах появляется эта «Маска смерти» в миниатюрах Утрехской псалтирии. Для тех, кто не очень помнит, что это за памятник, напомню, что Утрехская псалтирь – это, наверное, такая самая главная псалтирь Средневековья, если исчислять внимание к памятнику в количестве посвященных ему работ. Ей посвящены десятки работ. Она датируется 820-ми годами, это каролинская рукопись, и ее особенности заключаются в том, что, во-первых, у нее совершенно необыкновенный стиль, это такой вот очень быстрый очерковый рисунок коричневым бистром, а, во-вторых, у нее совершенно не беспрецедентная иконография, когда каждый псалом подробнейшим образом иллюстрируется повествовательным способом. Ну вот, например, вот у нас строка 25-го псалма «Не погубись нечестивыми душу мою и скровожадными жизнь мою». И в уголке появляется вот эта вот бездна, скалящаяся и ждущая несчастного, которого уже готовы, которого уже тянут туда, нечестивые и кровожадные, которые хотят, чтобы он вместе с ними погиб. Это только одна и небольшая деталь традиции иллюстрирования утрихской псалтери, об этом отдельно нужно говорить. Но сейчас поясню только, что... Не желаю, в общем, запутывать слушателя, но придется, что долгие годы считалось, что утрихская псалтерь просто копирует какой-то очень ранний источник. Это не исключено. Но в последние двадцатилетия появилось много работ с большими основаниями, говорящих о том, что утрихская псалтерь – это своего рода мнемоническое средство для запоминания текста псалма через картинки. Это вообще сейчас очень модная тема в медиавистике, тема памяти и техники запоминания. И вот утрихская псалтерь представляет собой такую мнемоническую картинку, если учесть, что вообще псалтерь была всегда учебной книгой, по ней учились читать-писать, как на Руси, впрочем. Итак, «Не погубись нечестивыми душу мою и скровожадными жизнью». Это маска, опять же, поглощающая невыясненного пола 72-й. Вот удаляющиеся от тебя гибнут, перебунт, и они снова сваливаются в некий ров, имеющий вот такую вот то ли старческую, то ли старушечью маску в центре. А вот тут нас ждет сюрприз. Потому что в псалме, в одном из самых популярных, это «Живые в помощи Вышнего», 90-й псалом, то, что в церковнославянском варианте звучит как «От вещи во тьме приходящей, от срящей и беса полуденного», «Сохранит тебя Господь», вот этот вот срящий, которого, то есть тот, кого мы встречаем на дороге, или бес полуденный, он здесь представлен в виде вот такого же неясного происхождения, но с явно акцентированными жуткими формами прически персонажа, то есть его головы, которая несется на псалмопевца, и именно от него Господь должен его в том числе охранить. Итак, это уже не преисподняя, это уже не то, куда падают, а нечто, что просто является как ужасная штука. Но все, наверное, поняли, к чему я, собственно, клоню. Вот здесь, на уровне утрихской псалтири или ее неизвестного нам прототипа, произошло объединение двух тем. Океан, дыра, яма, куда все падает и сливается, и просто ужасный образ, который призван устрашать. И еще такая совсем классическая картинка из утрихской псалтири, это 102-й, 103-й псалом, «Благослови душа моя Господа, избавляющего от истления жизнь мою, венчающего меня милостью и щедротами». В латинском варианте, в варианте вульгаты, он избавляет не от истления, а «quир и диме де интериту», то есть от погружения, от падения в яму. И эта яма опять являет привычный нам образ. Но надо сказать, что вот эти персонажи утрихской псалтири, они еще чрезвычайно популярны в качестве прототипов адской пасти. Это не всегда релевантно, но это так, об этом даже написана большая диссертационная работа. Посмотрим на еще несколько способов изображения бездны или воды в раннем Средневековье. Ну вот перед нами два памятника. Это Евангелиарий из Райхенау и современный ему бомберский апокалипсис. Это все первая четверть XI века. И вот в одном случае, ну тут, наверное, все уже поняли, что это таким мископричудливым образом переданная притча о богаче и бедном Лазаре, где внизу богач, то, что происходит в жизни, жил богач и каждый день пировал блистательно. И вот бедный Лазарь, который прокаженный сидит у этого стола, и псы лежат язвы его. А дальше он уже утешается на лоне Авраама, а вот тут вот между этими двумя картинками такая вот темная вставка с изображением ада. И в центре ада явно абсолютно женская маска с надписью «Абиссус». Ну и вот этот богач, который просит отече Аврааме «Пошли Лазаря прохладить язык мой». И помните, что отвечает ему отец Авраам? «Чада, между нами и вами глубокая пропасть». То есть здесь для передачи этой пропасти опять востребуется наш апотропеический образ. Ну и, наконец, образ уже вполне мирный. Это бамберский апокалипсис, где вот эта вот женская маска появляется в роли стеклянного моря, смешанного с огнем, в сцене поклонения сидящему на престоле в пятой главе апокалипсиса. И вот посмотрим, что это образы, в общем, более или менее родственные друг другу, но в одном случае это явно такая устрашающая вещь, а в другом случае она может относиться и к любой другой водной персонификации, и, по крайней мере, ее вот эти устрашающие элементы, они несколько нивелировались, поскольку в одном случае речь идет о явно негативном адском существе или пространстве, а во втором случае наоборот. В общем, это некая часть небесной литургии. Ну вот, посмотрев на этот путь, смешение полов у нашего персонажа, мы рассмотрим часть памятников сначала в позднеримской, уже античности, где образы океана и горгоны будут взаимозаменяемы. Вот, например, Софья Анатольевна в прошлый раз нам показывала такой классический памятник, храм Артемиды на Киркере, на острове Корфу, где в центре фронтона была вот эта самая колено преклоненным бегом, в позе колено преклоненного бега изображенная медуза. И уже в римской античности, в музее римских терм, мы видим фронтон храма Минервы Солис, где в центре, в роли такого же апотропеяна используется маска океана. То есть и тот, и другой образ они могут заменять друг друга в разных контекстах. И вот мы видим, как океан заменил медузу в том месте, где обычно находится она, и наоборот. Медуза заменила океана на дне бассейна, в том месте, где обычно находится океан, и где ему по логике следует быть. Но мы с вами в прошлый раз уже успели, Суфия Анатольевна успела затронуть тему о связанности вот этих вот существ с водой, со стихией воды. И здесь мы в позднем Риме видим ее конкретное воплощение. Вот мы с вами вначале видели, я показывала мозаики дна бассейна с головой океана. В это же самое время и более-менее в этой же среде, потому что мы между Северной Африкой и греческими островами рассматриваем более-менее современные вещи. Это все второй и начал третьего века. В одном и том же контексте появляется как океан, так и медуза. И в средневековом мире роль апотропеическая, она будет сохраняться и очень долго. Но вот снова вспомним, что в Константинополе по меньшей мере в двух ситуациях мы видим медузу в роли защитного образа. И для начала это загадочного происхождения две головы медузы, которые находятся в цистерне базилика или в цистерне, которая по-турецки называется Ириботан, они гипотетически происходят с формы Феодосия. Кем и когда они принесены туда, неизвестно. Но вот когда я давным-давно вздумываюсь процитировать, что процитировать не кого-нибудь, а Сергея Иванова, который считает, что они происходят из храма Аполлона в Дедимах, меня византийское общество подняло на смех и, видимо, заслуженно. Потому что, конечно, тут происхождение их не вполне очевидно, но в любом случае они находились на форме Феодосия. Они вторично использованы уже к VI веку в этой цистерне для сбора дождевой воды, что до Константинополя составляет классическую ситуацию, потому что, как известно, Константинополь беден пресной водой. Их там две, две других явно им родственных находятся в Константинопольском археологическом музее. Вот вторая. И второе поле, второе место, где находятся горганельяны, это саркофаг. Это тоже не ранняя вещь. Это вещь, которая датируется по меньшей мере концом V века. И роль горгоны как соседки благопожелательных образов, она здесь сохранна. Более того, это совершенно антикизирующая программа декоративная, которая христианством не затронута никак, но можно длительно фантазировать на тему гроздья винограда. На самом деле это нам ничего не даст. И еще один пример из Константинополя. Это Константинопольский музей-мозаик, так называемый, где экспонировано то не очень многое, что осталось от декора одной из галерей Большого дворца времен Юстиниана. И вот там есть такой декоративный пояс, вот он пусками, сохранился с очень сильно развившимся августовским орнаментом, где эти маски, то мужские, то неясного пола, они тоже включены и играют роль апотропеическую. Ну и, наконец, вот вспомним, на чем мы завершили в прошлый раз, на византийских и древнерусских и монетах, и оберегах, которые имеют также связь с образом медузы и функцией апотропе. Но замечательно, что она на этом не останавливается, что даже в совершенно христианском контексте, и вот сейчас мы смотрим на классический памятник из всех учебников, это Евангелие Аттона Третьего, Школы Райхенау, это такой вот центральный, величайший из заказов, мы видим несколько раз, вот я сейчас покажу два из этой рукописи, в центре фронтонной композиции явно женский образ с персонификациями ветров дующими. Какую роль он играет здесь? Ни один из исследователей нам не дает, к счастью для нас, смысловой интерпретации, очень хочется надеяться, что ее здесь и нет. Вообще Аттоны очень любили механически копировать. И вот это механическое копирование из каких-то доступных им малых форм, оно здесь, скорее всего, имеет место. И, конечно, я совсем не хочу сказать, что здесь в изображении одного из евангелистов, евангелиста Иоанна, или воскрешение дочери Аира, исцеление Бесноватого, но тут теща Петра, простите, исцеление тещи Петра и исцеление Бесноватого имеет место какая-то апотропеическая функция. Нет, конечно, эта функция уже декоративная, но в основе ее лежит внимательное копирование апотропеиона, но еще один памятник школы Рахинау попроще. Это тоже евангелиарий, где мы видим уже капители с этими же масками. Итак, у нас между началом XI и началом XII века этот образ как апотропеион, как изображение бездны, он совершенно укоренен. А вот теперь посмотрим на момент его дальнейших приключений, который нам лучше всего, наверное, может проиллюстрировать тему взаимозаменяемости образа любого, связанного с человеческим лицом. Если кто-то помнит, я вначале показывала пластину из Монте-Кассино с сотворением мира. Могу даже сейчас к ней вернуться. Вот она. Это ее аверс с сотворением мира, с женской маской. А вот это ее реверс с распятием. Это ее, стало быть, оборотная сторона. И на ней мы видим распятие, где аналогичная маска выступает, видите, в роли чего? В роли черепа Адама у подножия распятия. И маска тоже, очевидно, женская, с женскими волосами. То есть, если говорить о каких-то невербальных ассоциациях, которые совершенно точно никак не аргументированы на уровне сюжета, то это апотропеический образ, который может свободно заменять все нехорошее. Бездну, адскую пасть, место для погружения, устрашающий дьявольский лик, который там в 90-м псалме поминается, и просто череп, даже если это череп Адама, в котором нет ничего особенно плохого. Вот к этому мы приходим к рубежу XI-XII веков. Это были попытки поговорить про образ без персонажа. А теперь попробуем очень кратко обратиться к самой истории персонажа в Средние века. И вот тут это тоже будут такие назывные в основном пункты. Но для начала это, конечно, астрономия. Это не очень многочисленные иллюстрации феномена Арата. И в частности, вот тут, простите, естественно, опечатка. Это начало IX века. Иксик маленький оказался. Это 830 год. И уже известный нам по нашему разговору о кентавре Реймский Арат с Кармина Фигурата. Но вот здесь мы видим в руке Персея Медузу. И все помнят, что самая яркая звезда созвездия Персея Алгуль считается глазом главы Медузы, который заставляет окаменеть глядящих. А вот дальше будет еще один объект, скорее гипотетический. Здесь мы говорим о сюжетных изображениях, но может быть, их было бы логично и включить в ряд апотропеический, потому что это один из способов трактовки образа саранчи. Помните, что Софья Анатольевна нам уже показывала апокалиптическую саранчу в разных вариантах, но для зоны Переней. Это апокалипсис Сен-Севера, то есть это область несколько севернее Переней, это не современная Каталония, современный Лангедок, современная Южная Франция, но тем не менее они тесно связаны между собой и здесь это единственный памятник в каталонской традиции, где у саранчи есть человеческое лицо, как собственно и предписано текстом девятой главы Откровения, по виду саранча подобно коням, приготовленным на войну, на головах у ней как бы венцы похожие на золотые лица же ее как лица человеческие а волосы у ней как волосы у женщин но если посмотреть на другие изображения я даже сознательно их не ставлю там у нее либо в Биатусе Факунда голова козы явно указывающая на сродство с чем-то вроде химеры либо если смотреть на атонусские памятники такие вполне безобидные человеческие лица вот здесь некоторые образы с соответствующими прическами заставляют нас думать о том что Горганей здесь тоже отметился ну и совсем последнее это медуза у Данте вот тут нас ждут тоже некоторые неожиданности потому что для начала вспомним что структура Дантовского ада такова что у каждого из кругов есть во-первых описание местности во-вторых есть страж ну и тут такой в круге пятом такой невнятный персонаж по имени Флегий царь одной из греческих областей глава такого агрессивного племени Флегиев который обвинялся в том что он был святотатист но и есть собеседники и эти собеседники это либо носители греха либо те кто преграждает вход в очередной круг и вот здесь в роли собеседников выступают фурии и фурии зовут медузу точнее велят принести медузу это предмет которая должна Данте окаменить фурии перечисляются по имени медера тесифона или кто медуза где чтоб он окаменел они вопили глядя вниз напрасно тезеевых мы не отмстили дел мы помним почему это так потому что тезей спускается в аид и Данте они уподобляют тезею то есть тому кто живой сошел в аид закрой глаза и отвернись говорит Вергилий ужасно увидеть ли горгоны к свету дня тебя ничто вернуть не будет властно и вот эта горгона она должна как-то изображаться и я покажу вам два способа на самом деле ее изображают редко вот фурии изображают все миниатюристы и они у них похожи на разных персонажей они обычно довольно безобидны такие персонажи в юбочках иногда немножко увиты змеями а вот изображение медузы будет большой редкостью в 14 и начале 15 века ну вот например есть такой единственный в большой базе тематической изображение которое сделал неаполитанский университет к юбилею кончины Данте сюжет с иллюстрацией именно этого момента Вергилий закрывает лицо Данте чтобы он не увидел медузу но в роли медузы мы видим просто обыкновенного беса с вилами кроме всего прочего с ним происходит что-то нехорошее совершенно не со стороны лица у него нет устрашающего специального облика но вот эта вот тема что у него что-то там с задом происходит это тоже тема дантовская потому что в следующем круге он встретит бесов и они будут переговариваться и там будет происходить знаменитое событие описанное им как он трубу изобразил иззада он так будет подавать знаки своим подчиненным это будет пароль отзыв то есть вместо медузы подставляется просто готовый бесовской образ и более ничего как как-то сдвинется дело с мертвой точки только на Боттичелле и замечательно что именно Боттичелле по свидетельству итальянской исследовательнице которая посвятила истоком его образности в иллюстрациях к Данте несколько статей будут уже антики но в частности вот Боттичелле показывает как они фурии рвут на себе волосы и царапают себя когтями и бес подносит им услужливую медузу сейчас я покрупнее покажу услужливую медузу которая уже вполне похожа точнее голову медузы похожа вполне на себя тут дальше их ждут огненные могилы встреча с еретиками богохульниками с Фаринатой и по словам Барбары Уоттс здесь речь идет конечно об изображениях Персея которые Данте мог видеть и жест и поза этого беса демонстрирующего голову об этом свидетельствует ну вот например в ее в числе ее примеров вот эта фигурка присутствует то есть какие-то маленькие бронзовые или терракотовые вещи к концу 15 века когда уже антикварии существуют когда уже папа Сикс открывает музей Капитолия уже 20 лет как открыл они вполне могут иметь место и на что-то подобное Боттичелли ориентируются а вот эта вот картинка она изображает заметим совсем не Медузу а Фурий в роли таких же апотропеических фигур и это отчасти объясняет почему Данте вслед за Вергилием вслед за его шестой и седьмой книгами Иноиды где речь идет о спуске в подземное царство объединяет эти две темы Фурии показывают голову Медузы но я сознательно не обращалась ни к Караваджо ни к каким-то уже совсем поздним вещам мне кажется это было бы уже не вполне по теме нашего семинара вот у меня примерно все и попытаюсь если есть вопросы на них ответить в самой первой картинке насколько я помню которую вы показали это утраченная фреска из собора Сан-Паула Фори-Лемур да правильно да вот там центральная часть не напомнила ну вот возникли ассоциации скажем так строится поскольку ну да бог отец потом агнец в виде то есть Христос под видом агнеца что в общем было распространено определенные годы и дальше там еще такой вроде как птичка если я правильно вот а что может означать святого духа в конце концов это несомненно так я сейчас вы совершенно правильно это заметили дело в том что считается что когда Кавалини когда Петер Кавалини в конце тринадцатого уже века в очередной раз понавлял эту фреску что он сюда вписал агнца то есть ну вот если мы посмотрим на копии двенадцатого века вот например в Черри есть творец есть голубь святого духа действительно это то что голубь изображает духа святого который носился над бездной это само собой вот так но внизу агнца нет и до совсем недавнего времени считалось что это все креатура Кавалини и Гевриэль Мамати там и Мариан Долора да исследователи римской живописи ранней они в один голос говорили что это все Кавалини придумал и решил что в первом дне будет троица но совсем недавно это дело изменилось потому что пришел Герберт Кеслер он уже многие годы уже полвека занимается теми и вот внезапно ему в последние годы пришло в голову что вовсе нет что на самом деле это вот такой тип соединения фигуры творца антропоморфной и агнца который был уже в римских катакомбах я сейчас могу попробовать быстренько найти картинку из римских катакомб на которую Кеслер опирается это катакомбы Петра и Марцелина то есть ваше предположение про Троицу оно совершенно правомощно это так и есть это попытка все таки скорее всего серьезно мы не будем относиться к придумке Кеслера и будем считать что это все таки Кавалине решил вот так украсить сотворение мира первое вот она сейчас я продемонстрирую вот на что опирается Кавалине на эту известную такую вещь из катакомб Петра и Марцелина где поклонение сидящему на престоле с Альфой и Омегой соединяется с поклонением Агнцу но это собственно его единственный аргумент поэтому скорее мы будем склоняться к тому что это действительно Кавалине добавление потому что ни в одном из копий 11-12 века никакого Агнца нет спасибо большое во-первых Анна Владимировна если помнишь что как раз я тебе рассказывала что горганьоны лично мы были увидены в катакомбах Сан-Себастьяна где они будут венчать соответственно перекрытие прям в центре перекрытия памятник тоже ранний он как раз собственно на стыке этих росписей потерянных вот и Сан-Пауэл и соответственно Сан-Себастьян у нас когда делается ну третий четвертый четвертый там как раз там к сожалению в том месте уже нельзя было снимать абсолютно соответственно вот на потолке камера причем я бы не обратила внимание если бы он не был вот таким античным я бы сказала даже дубляжом таким знакомым с другой стороны то что нам показала Анна Владимировна на мой взгляд имеет в ряде да вот каких-то очень важных моментов соприкосновения с тем что будет окружать вот угроз медузы античности во-первых вот это вот связь океана бездны вот это седовласость да Лера Геннадь это вот на мой взгляд очень важно потому что собственно одно из первых описаний медуз у античных авторов да это начинается с того что не столько медуз как раз не описывается сейчас я вернусь к этому да а описывается Гаи да почему их называют старухами седовласами и так далее да дальше пишут да что вот а также их сестры медузы и так далее абсолютно без описания вот этот момент как вы полагаете он будет как-то важным релевантным соприкасаться могут ли действительно быть какие-то просто дежавю или действительно важный момент да на тему седовласости наверное да но я честно затрудняюсь в плане катакомб да потому что я знаю что-то и помню разговор что в Сан-Себастьяна они есть но мне кажется что это в определенный момент в средневековом материале вот в той точке где они меньше всего занимаются мифологическим содержанием а картинок у них еще сколько угодно на уровне где-то девятого века они просто правда утратили способность их различать морда и морда и в целом это очень созвучно тому что происходит вообще с человеческим образом у королингов и атонов они в какой-то момент перестают вообще интересоваться полым возрастом и чем угодно достаточно посмотреть на какие-нибудь статуи реликварии где все знают это уже слушали слышали видимо от меня многократно это хрестоматийный пример когда вместо головы распятого ставят в кернском распятии головку ливии лазуритовую а наоборот вместо головы 12-летней мученицы веры а женской веры исконка голову диоклетиана приспосабливают и поэтому мне кажется вот на этой в этом поле все и смешалось когда им окончательно стало все равно кто перед ними и осталась только вот эта устрашающая тема и они как-то на этом затормозили другое дело что про седовласть вот сейчас посмотри пожалуйста на эти атоновские вещи сейчас они все такие серо-голубые ну вот это меня как-то привлекло мое внимание да потому что вот особенно те которые в вот здесь да но это рельефная понятно и вот эти вот тоже да такие голубоватые товарищи ну да все-таки в то время да момент тоже имел возможно какое-то значение да вот далее меня как раз интересовала проблема Ахиллоя да потому что все-таки в античности это совершенно разные персонажи да вот хотя вот здесь вот очень интересно когда собственно произошло слияние этого то что действительно Ахиллой чаще всего выступает в таком образе да и известен нам в таком варианте прежде всего на рельефных сосудах опять же да вот аимское время но вспомним его популярности прежде всего да начиная с пятого века а конец пятого и весь четвертый век это собственно популярность Ахиллоя не столько в исконной греческой культуре сколько именно на окрестностях да вот этой культуре прежде всего греки скифы да афракийцы иберы вот вот уж они любят этих персонажей я хочу сказать что возможно это же интерпретация Ахиллой интерпретация ренессансная и позже да его точно так же нашли в кома точно так же нашли в каком-то дворе да в качестве споли им было что-то подперто поэтому сказать что это прямо точно Ахиллой а не вот такая упрощенная форма клешней краба и тоже океан но тут видимо форма ушей еще как-то их вот такие Ахиллои ты говоришь ренессансная я сразу вижу как бы наши да вот 5-4 века вот таких Ахиллоев производилось в огромном количестве в качестве амулетов из этих амулетов больше того составлялись целые украшения есть несколько центров которые собственно даже специализировались на производстве вот этих так называемых зернистых украшений где подвески были выполнены в виде таких голов Ахиллоев да известно они нам и в Средней Азии в нашем Северном Причерномой и так далее но вот что интересно несмотря на массовый вариант продукции и того персонажи действительно вот со второй пор на пятый весь четвертый век завоевывает огромное количество потребителей у них с точки зрения функции достаточно жесткое бытование это в основном украшения изготавливаемые специально для погребения и вот этот момент бы тоже наверное было бы интересно затронуть потому что иконография неизменна а функция вот что касается наших античных вещей она как раз понятна их изготавливает сейчас я покажу у меня такой есть ахиллой сейчас я его найду причем подвесочки могут быть выступать как в качестве амулетиков да так соответственно из них может быть составлено это жерелье да сейчас подвесочка у нас была такая золотой ахиллой которого ты наверняка знаешь вот он сейчас покажу далее соответственно да вот эти ахиллой еще и да это вот подвесочка это если я если я не ошибаюсь да это мастерская костеляни собственно берет этрусская да это и дело да да вот таких вариантов масса да их также немалое количество мы найдем в гейкоскинском искусстве да почему самое интересное что с этим образом ахиллой происходит вот с подобной иконографией подобной функцией происходит следующее очень интересное видно популярность этого образа настолько широка что первые вещи ну я имею возможность говорить первые вещи привозят потом завозят формы и наверное не стоило бы завозить формы если бы не было потребителей а потом начинают уже изготавливать здесь и кое-где и вот это тоже очень интересный момент да граньоны которые достаточно часто да служили и мы это знаем по описанию да и соответственно по многочисленным памятникам идентификации кто это изначально граньон или все-таки хилой понять будет невозможно в результате вот этой очень некачественной продукции когда рожки знака хилой сливаются дает непонятно что там змеи растут или рожки растут и вот образа хилая в этом отношении возможно действительно это было несколько таких возвращений к этому образу в среде с тем что он будет напоминать как гнион с тем